здравствуйте друзья у нас вчера в офисе там разговор возник я подумал что мы вот сейчас поговорим о кредитной истории потому что выяснилось разное понимание важности кредитной истории зачем это нужно и вот на эту тему я хотел поделиться своими соображениями дело в том что есть какие-то такие знаете фетиши которые которые вот вот тут вот как морковка там перед нового мигранта вот тут вот в наше время таким фетишем было наличие green кредитные карты значит это было вот в девяностом году считаете то есть мы приехали и в то время кредитные карточки были в общем-то относительно в новинку в целом стране а уже выдавали гораздо строже чем сейчас и новичку получить green карту кредитную карту было очень очень сложно и но вообще как бы не давали так уж прямо новичком нужно было иметь работу нужно было там какое-то время чтобы прошло там и так далее это было сложно и вот новички делились но новички относительные там год-два в стране не то что он два месяца не дай бог нет но вот люди которые год и два и три может быть и больше вот они делились на две категории люди у которых есть кредитная карта и люди у которых нет кредитной карты вот последние годы сейчас уже с кредитными картами легче стало но вот последние годы с кредитной историей вот тоже такая морковка вот перед ним бесит вот он вот кредитная история а скажите а вот так кредитная история которая у меня была в россии в американском банке у того сити банк какой-нибудь там кто-то меня за сити банки могу ли я перевести эту кредитную историю там и вот он уцепился в эту кредитную историю и и нет ответа на вопрос зачем все таки значит для чего человеку нужна кредитная история перед тем как мы на это значит прыгнем я хочу сказать что бедный человек от богатого отличается не тем ну так это мульт такая не не тем что у богатого есть деньги а у бедного нет у богатого есть кредит вот когда у тебя есть кредит ты можешь имея там небольшую сумму но и да я не знаю там относительно небольшую допустим 10 процентов от стоимости дома вот дома ты можешь взять целый дом тебе 90 процентов тебе банк дает если тебе банк ничего не дает вот тогда ты реально бедный тогда ты должен вытащить полную сумму из кармана и заплатить пойти и это мало кто может но когда ты очень богатый если ты можешь из кармана так вы тогда тебе и кредит то хочешь даст в общем такая вот палка о двух концах и что такое богатый человек с точки зрения банка который дает вам кредит или оценивает вашу кредитоспособность богатый человек который получает доход хороший причем не вообще доход а у него есть свободные деньги вот допустим у вас может быть зарплата хорошая но вы под завязку скованы потому что вы заплыв должны заплатить за это за это за это у вас есть обязательств вот это соотношение доходов и обязательств вот вот эта разница определяет вашу кредитоспособность то есть вы можете например ну ну скажем так вот если вы понятие рейтинг кредитный рейтинг у нас тут есть три агентства основных которые оценивают этот рейтинг поэтому как как бы кредитоспособность человека оценивать вот неким 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 числом вот у меня что это не по 820 и почему у меня 820 они например 720 потому что у нас со светланы практически нет никаких обязательств но там по чуть-чуть есть по чуть-чуть то есть относительно нашего дохода у нас обязательств незначительные поэтому наш кредит способность высокая если бы у нас при тех же доходах было бы гораздо больше кредитов да то наших есть способность было бы меньше а вроде и доходы те же понимаете и вот к чему я рассказываю к тому что новичок зачем новичку нужен кредит зачем ему нужен хороший кредитный скор вообще откуда он берется это тоже отдельный вопрос но значит берется над того что вы во первых зарабатываете во вторых у вас нет обязательств особо и в третьих у вас есть некоторая история в выполнении ваших финансовых обязательств то есть вот вы у вас был там какой-то кредит а вы выплачиваете выплачиваете аккуратно выплачиваете не пропускаете и так далее вот это как бы качество человека аккуратно платить да она тоже оценивается туда входит с составным компонентом у вас не было банкротств у вас если у вас банкротство то вы ближайшие там лет пять-семь вам никто денег не даст то есть это должно время какое-то пройти вы должны себя проявить как-то и нам и тогда аккуратными платежами последующими всяко бывает ну так вот приезжает новичок у новичка нет истории аккуратных платежей он из другой страны все что у него было в другой стране не имеет никакого значения нужно заново построить себе эту кредитную историю если она ему для чего-то нужно вот это вот добавка очень существенная потому что для чего она ему нужно вот мы бы к этому все ведем и стремление построить ее как можно скорее вот такое ощущение что сейчас куда-то можешь опоздать с этой кредитной истории вот это меня удивляет потому что опоздать вы совершенно никуда не можете значит но для чего человеку нужна кредитная история реально ну конечно конечно когда вы только приехали и у вас кредитной истории нет а вы хотите снять квартиру например и они там запрашивают вашу кредитную историю а у вас нету ну нету и нету да конечно было бы лучше если было но вас все равно нету и за деньги не купишь ничего все нормально значит другим путем например если у вас нет кредитной истории вы можете либо показать offer job offer и сказать вот я выхожу там такого числа на работу вот мне нужна квартира и этот оффер годится вместо кредитной истории то есть менеджмент возьмет следующий момент что вы можете сделать вы можете заплатить больше в security deposit то есть они могут сказать ну мы сдадим тебя квартиру но тогда мы с тебя возьмем не там 500 долларов security deposit а возьмем с тебя там три тысячи долларов security deposit это тоже то есть это решается там небольшой суммы относительно небольшой суммы вы можете сказать у меня и небольшой нет ну значит у вас проблема с деньгами это отдельный вопрос кредитная история никак не относится то есть вот первое где вы сталкиваетесь с тем что у вас нет кредитной истории это когда нужно снять жилье но кстати когда вы снимаете жилье у частного владельца например там это может быть ну просто человек не 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 менеджмент компания которая работает на какой-то недвижимости а просто вот есть конкретный человек у этого конкретного человека есть дом который он сдает или квартира которую он сдает или у него есть там дуплекс триплекс форплекс то есть такой домик на несколько квартир и он им лично владеет там нет менеджмента и так далее ну то есть все люди которые хотели снять жилье сняли жилье даже даже не сомневайтесь так вот эту кредитную историю вы все равно нигде не возьмете на на момент когда вы снимаете жилье первый раз когда вы снимаете уже 2 3 там 4 и так далее у вас уже есть что-то вы на наверное вы где-то работаете у вас есть там поистам и которые вы можете показать это крышки к чекам и тогда теперь следующая покупка которую вы делаете относительно крупная покупка это покупка автомобиля в свое время тоже вот мне хотелось кредитной истории какой-то надо было как ты какую-то историю и у нас к тому времени боюсь по моему уже было да у нас уже был были кредитные карточки но хотелось чего-то серьезного потому что в кредитной карточке ты можешь взять на карточку можешь не взять на карточку а тут вот так чтобы показать что ты аккуратно платишь и покупали мы автомобиль светлане он стоил по моему там 5000 и мы 3000 заплатили а 2000 взяли вот значит этот самый лон и выплачивали и нам казалось что мы строим кредитную историю до тех пор пока нам не объяснили что машина это машина а когда ты вот за дом платишь и там большие суммы и это совсем не то же самое что аккуратно платить маленький то есть конечно лучше платить маленькие аккуратно чем не платить аккуратно или вообще не платить но это не то же самое что аккуратно платить большие суммы в общем все все там как бы туда учитывается и так далее но с точки зрения приобретения автомобиля надо сказать что вы не идете в банк за деньгами Хотя есть такой путь тоже, вы можете это сделать, но обычно происходит не так. Обычно вы идете на дилершип, где вы покупаете эту машину, и вам говорят, вот такие-то условия, там пробивают вашу кредитную историю, смотрят, что там происходит. И на дилершипе есть человек, который, ну или там группа людей, которые занимаются финансированием покупок. То есть они заинтересованы в том, чтобы вам кто-то дал деньги. Тот кто-то, кто дает им деньги, он им еще и какие-то там брокерские услуги оплачивает. То есть это в общем в целом достаточно выгодное такое занятие. Более того, чем хуже лоун они вам пристроят, тем больше у них там будет комиссионных там и так далее. То есть обычно тот интерес, который вам дают, когда у вас плохо с кредитом, это существенно. Но если у вас с кредитом плохо, то тот интерес, который вы получите в дилершипе, он будет достаточно высокий. Ну не запредельно, но все равно не то же самое, что у вас был бы хороший кредит. Вот допустим, если у меня кредит хороший, я сейчас могу взять машину, и у меня будет там 2%, 2,5%, 3% интерес. А если у меня плохой кредит, это может быть и 6, и 7, и 8, и может быть даже и больше тоже, если совсем плохая кредитная история. Поэтому когда вы идете покупать автомобиль, то вам его продадут. Ну конечно, у вас должны быть какие-то там основания, то есть вы должны работать, или вы должны дать достаточно большую сумму там в down payment, как бы да, за эту машину, из кармана. Вот, и вы еще можете подписать, что там с одним непроплаченным платежом у вас машину приедут и заберут. То есть есть такие условия тоже. Но не суть. Значит, суть в том, что машину вы купите обязательно, потому что дилершип умеет это делать, дилершип заинтересован в том, чтобы вам продать машину, и без машины вы не останетесь. Вы можете сказать, да, но я тогда буду платить больше. С одной стороны, да. С другой стороны, когда вы берете в кредит что-то, там скажем на 30 лет, вот как дом вы берете, да, то в итоге окажется, что за 30 лет вы заплатили там двойную, тройную цену за этот дом. Потому что 30 лет. Когда вы берете кредит на 5 лет, ну вы заплатите больше, но на, в общем-то, несущественную сумму больше. То есть вы можете сказать, вот там, как другому платить, так несущественно, а вот сам вот заплатили. Я платил, ничего страшного. Я, поскольку платил, я вам говорю, что суммы крайне несущественны в процентном отношении. Кроме того, вы можете по мере того, как ваша кредитная история становится лучше, а она становится лучше по мере того, как вы работаете, аккуратненько платите. Вот, допустим, сегодня вы приобрели автомобиль, и условия не очень хорошие с точки зрения финансирования. Ну так проходит полгода, у вас уже совершенно другая кредитная история, вы полгода платите аккуратненько, да, и там у вас совершенно другая картина. Вы идете в абсолютно любое там учреждение, которое этим занимается, и они вам дают деньги под более низкие проценты. Тут еще существенно, что когда вы берете машину новую и машину уже бывшего употребления, то интерес меняется. На новую машину дают более низкий интерес, чем на ту, которая уже была использована. Как бы такие фишечки есть. Но вы все равно берете или ту, или эту, то есть, допустим, вы взяли машину БУ, и потом вы пошли через полгода ее перефинансировать. Она была БУ, и осталась БУ. Вы получите лучший интерес. Для того, чтобы получить лучший интерес, есть масса всяких способов. Например, люди вступают в такие нон-профитные банки, это называется кредит юнион. Кредит юнионы бывают профессиональные, скажем, по месту работы вы можете вступить как человек, работающий в организации, который является коллективным членом кредит юниона. Вот, например, наша организация, да, Портнов компьютерского, мы являемся коллективным членом, там, технологии кредит юниона. И любой наш новый сотрудник, вот, допустим, вы вчера приехали, у вас ничего нет. Вот, я вам пишу письмо, что вы у нас работаете, вы вступаете в этот кредит юнион, и вам там с первого дня выдают, скажем, кредитную карточку. Не депозитную, да, где вы должны положить какую-то сумму, а вот сразу там, ну, на небольшую, может быть, там, 500, 700, там, 1000 долларов. Но, во всяком случае, кредит юнионы способствуют в этом плане. В частности, там более низкий интерес, потому что это некоммерческие организации, да, так называемые нон-профит, они некоммерческие. И, соответственно, все люди, которые там имеют свои вклады, являются, как бы, пайщиками, как бы они акционеры этого кредит юниона и так далее. Значит, я, к примеру, говорю, то есть есть много способов, как понизить интерес ваших выплат. Если вы интересуетесь конкретно, вот, платить там на, не знаю, сколько там, 20, 30, 50 долларов в месяц меньше, значит, это можно сделать. В этом есть, там, какие-то хлопоты небольшие, но это все делается. Так вот, к чему я говорю. Значит, на момент, когда действительно хорошо бы иметь кредитную историю, на момент съема жилья, у вас ее все равно нет и не будет. Первый раз, во всяком случае. Когда второй, третий уже и так будет, уже об этом беспокоиться не надо. То надо беспокоиться, чтобы была хорошая, что аккуратненько платить надо. Второй момент, когда вы покупаете автомобиль, вы и без кредитной истории приобретете автомобиль. Я сейчас не говорю о людях, которые умудрились испортить свою кредитную историю, это совершенно отдельный разговор. Я говорю о тех, кто, в общем-то, аккуратно платит, просто у них еще нет пока кредитной истории. Автомобиль вы все равно купите. То есть вам дадут денег на автомобиль. Что касается, реально, вот почему людям нужна хорошая кредитная история, это то, когда они, та ситуация, когда они покупают дом. Значит, если у вас кредитная история плохая, вам могут, первое, вообще отказать. Зависит от того, насколько плохая и чем конкретно испорчена. Или вам дадут существенно более высокий процент. Существенно. И, конечно, вы можете сказать, так, а я же могу потом перефинансировать. Можете. Но исправить кредитную историю, которая испорчена, намного сложнее, чем улучшить кредитную историю, которая ничем не подпорчена. Вот одно дело, у вас просто мало всяких там, ну, мало этой истории, поэтому кредитный рейтинг не очень высокий. Но вы начинаете делать больше транзакций, аккуратно платите и так далее, и она растет, растет, растет. Другое дело, если на вас банкротство висит, знаете, вы от него не избавитесь за полгода, там, какими-то аккуратными платежами. Или, допустим, вы неаккуратно платили, платили, и, соответственно, вы не можете потом полгода аккуратно платить. И, глядишь, история там ваша как-то драматически улучшилась. Поэтому, если вы нарабатываете вот эту вот кредитную историю, и вам нужно купить дом, и вы можете там на полпроцента, на процент получить больше интерес при покупке дома, а это уже серьезные суммы. Опять, вы можете потом перефинансировать. Люди перефинансируют свое жилье. Вот он его покупал, ему в этот момент важно было закрыться, там, провести транзакцию. Проходит там какое-то время, он взял и перефинансировал. Обычно люди перефинансируют очень интенсивно в ситуациях, когда банковский интерес по ипотеке снижается. Вот есть время, когда он растет, вот сейчас он растет, потому что, как бы, инфляционные процессы, и вот так потихонечку, потихонечку растет. А до этого много лет снижался, 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 потому что экономика так была вялая. И, в общем, вот так работало. И когда интерес по суде, процент по суде снижается, есть смысл пойти и перефинансироваться. У нас бывало, что мы там за год, там, и два раза. То есть каждый месяц не пойдешь этим заниматься, а вот так, ну, скажем, раз в полгодика, в годик легко. В то время, когда интерес идет вниз. Но он же не всегда идет вниз. Он может, например, просто стоять на месте. Он может, то есть вам, как бы, нет смысла, не получится перефинансироваться. Он может повышаться. Вы можете сказать, да, но если за полгода, вот он стоит на месте, но я за эти полгода, я платил аккуратно, у меня стал лучше, там, мой рейтинг. Ну, да, есть такая возможность. Такая возможность есть. То есть, с одной стороны, с другой стороны, у вас же уже появилось кое-чего, да, там, на вашем балансе. То есть так выходили, у вас была только зарплата. А так у вас теперь ответственность появилась финансовая, да, вы теперь платите этот моргидж. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Не так просто перефинансироваться человеку каждые полгода, если у него при этом нет кредитной истории хорошей, и при этом не снижается в целом банковский процент. Когда банковский процент снижается в целом в экономике, посуде, вот тогда, конечно, хорошо. В общем, да, давайте так. Кроме того, вы за это время, приобретя дом, вы, может быть, еще что-то приобрели. Может быть, вы приобрели автомобиль, взяли, да. Может быть, вы взяли там, знаете, когда покупаешь какую-то недвижимость, тут же тебе предлагают со всех сторон на 25 тысяч, без условий, без всяких, вот тебе просто вот, вот тебе 25 тысяч взаймы. Там, правда, процент может быть повыше, но на ремонт, на какие-то вот, на обстановку, на что-то такое и так далее. Если смотришь, у тебя уже не такая замечательная, так сказать, не то что история, но не такое замечательное соотношение долгов и прихода денег. Поэтому завершаю, как бы, разговор. Я хочу сказать, что, безусловно, есть там маленькие тонкости, тут чуть-чуть копеечка и там чуть-чуть копеечка. Но если мы говорим, как бы, по большому счету, то по большому счету кредитная история нужна в тот момент, когда ты собираешься покупать дом, ну, квартиру, там, жилье какое-то. Вот тут действительно нужна кредитная история и тут действительно, хорошая кредитная история, и тут действительно это очень-очень важно. Поэтому, с одной стороны, надо строить кредитную историю, надо понимать, что ее портит и что ее улучшает. То есть, как бы, надо этим заниматься целенаправленно. Но это не задача человека, который только что сошел с трапа самолета. Это не задача человека, который еще не устроился там на работу толком и... Ну, вот, ничего у него нет, даже обычной кредитной карты нет. Это задача такая более отсроченная. Пожара нет никакого. Вот так потихонечку, вот как только вот... Вы, конечно, можете сказать, а я планирую приехать через год купить дом. Ну, тогда вам нужно иметь с собой много денег, там, скажем, на 25-30 процентов, может быть, там, down payment, да, чтобы все банки вас полюбили сразу. Но все равно нужно будет иметь потом какой-то доход, там, достаток, там, и так далее. Это сложная область, там люди профессионально этим занимаются, вам потом расскажут, объяснят. Но, во всяком случае, скажем так, подавляющее большинство новых эмигрантов не собирается покупать дом через год. У них и денег таких нет, и, собственно, они еще, может быть, даже не определились, где они там толком жить будут географически. Поэтому не надо себя ставить в положение, когда это вот у вас задача, там, второго порядка, третьего порядка становится первоочередной, и вы кинулись вот на создание этой кредитной истории, и вы, там, я не знаю, еще слушать там кого-то начнете, они вам расскажут. Тут много есть этих рассказчиков. Вот. Не спешите. Не спешите. Так. Делайте все правильно, но не спешите. Счастливо.